Я знаю, что ты изучал родимые пятна. Это еще одна область твоих интересов. Да, родимые пятна — это самая интересная часть исследований Яна Стивенсона. Потому что это биологическое проявление на теле чего-то духовного по своей природе. Классическая наука не может объяснить и 60% случаев с этими родимыми пятнами. Можно лишь объяснить некоторые случаи. Но у большинства родимых пятен нет объяснений. А ведь некоторые из них имеют довольно причудливую форму или проявляются в определенных местах на теле человека. Или, к примеру, такой вопрос. Например, почему у двоих детей, однояйцевых близнецов, по-разному проявляются родимые пятна? У одного есть, а у другого нет. Как это родимое пятно образовалось у этого конкретного ребенка? Почему я говорю об однояйцевых близнецах? Потому что у них одинаковая ДНК. Можно сказать, один биологический кот. Итак, почему один кот имеет такую вариацию, а другой нет? И почему пятно проявляется в определенном месте на теле, именно в этой, а не в другой области или части тела? Стивенссон исследовал множество детей, которые помнили свои прошлые жизни. И он обнаружил, что родимые пятна, которые у них были, соответствовали ранам, которые они получили в самый последний момент перед смертью, в прошлых жизнях. И эти прошлые жизни были проверены. Находили записи о личностях, которым принадлежали воспоминания. Сверяли также результаты вскрытия тел из архивов больниц. Так вот, биопсия и результаты вскрытия совпадали. Есть конкретные случаи, где были обнаружены входные и выходные отверстия от пули. Пуля во входной точке, маленькая, как мой палец. А на противоположной стороне, где пуля выходит, след в 10 раз больше. И эти сегодняшние родимые пятна точно соответствуют результатам вскрытия тех тел, которые когда-то обследовались. Существуют дети, рожденные с родимым пятном, похожим на шов по всему черепу. И это сохраняется у человека во взрослом возрасте. Мы понимаем, что в прежнее время снимали скальп с головы. Это было добычей. Есть примеры экспериментальных родимых пятен в Таиланде. Так постоянно происходит. Намерение такое, чтобы я узнал тебя, когда ты вернешься в следующую жизнь, делают очень специфическое пятно-пометку, чтобы знали, что этот человек, который родится в будущем, скажем, и есть насос. Так делают и в Ливане. Так что экспериментальные пятна — один из лучших примеров того, что они делают. Ставят в очень специфических, странных местах на теле. Например, вот здесь, на запястье, на щиколотке или на шее. Могут сделать метку, разрисовать это место, когда вы умираете. И когда человек перерождается вот с таким родимым пятном, то они знают, что это перевоплощается именно тот, кого пометили. Например, реинкарнированный Насос. Свидетельства такого продолжения очевидны. Такие случаи отмечены и на Аляске, и у индейцев, и во многих частях мира. Удивительные примеры. У меня было много клиентов с родимыми пятнами. Действительно много. Я даже думаю, оценка Стивенсона слишком занижена. Я жил на острове Корфу. Вы ведь знаете, многие туристы едут в Корфу, потому что там бесподобное море. И туристы ходят налегке. Одежды немного, и видно тело. Я замечал сотни людей с родимыми пятнами. Иногда очень крупными и значительными. Иногда даже хотелось подойти и пригласить на сеанс регрессии. Есть что поизучать. Да. Еще я знаю, что ты практиковал некоторые техники исцеления через сон. Расскажи нам, пожалуйста, поподробнее. Ну, исцеление во сне — это еще одна практика, которая применялась в древности. В Вавилонии, в Месопотамии, в Египте. Но лучше всего эта практика описана, опять же, в древнегреческих источниках. В Греции было 320 храмов Асклепия, Асклепионы. И у Асклепионов было две функции. Там проводились хирургические операции. Например, есть свидетельство раскопок в городе Эпидавросе, где обнаружили хирургические инструменты, идентичные сегодняшним медицинским инструментам. Конечно, тогда не использовали лазер, но инструменты, которые использовались до 80-х годов, были именно такими. Даже те инструменты, которые используются в гинекологии для исследования матки. Образцы инструментов хранятся в музее. Итак, физическая сторона — хирургия. У Асклепионов существовала еще одна функция, и это намного интереснее. Это инкубация. А что же такое инкубация? Это выдерживание чего-то в спящем режиме и возможность дождаться того, как оно выйдет в измененном состоянии. Например, инкубация яиц, из которых вылупляются цыплята. В греческом аналоге инкубация будет означать «во время сна», то есть то, что произошло во время того, пока вы спите. Психологический элемент всего этого. Они готовили себя определенным образом. Прежде чем зайти в Асклепион, они соблюдали пост, воздерживались от токсичного поведения и соблюдали определенную диету. Также они приносили в жертву богам какое-нибудь животное. Например, петуха. Посвящали, например, дым богу Асклепию. А блюдо, приготовленное из петуха, потом съедали работники Асклепиона. Ну, а после этой церемониальной части они готовили себя на духовном уровне. Сейчас вам расскажу, как это делалось. Рядом было здание театра. Там был специальный источник воды для гидромассажа. Асклепионы располагались в потрясающих природных местах. Там невероятно красиво. Также в этом месте были родники и водопады. Массаж, гимнастика, атлетика, ночной театр. Все это было определенной подготовкой ко встрече с так называемым лекарем. А лекарь — это жрец. В те времена это были синонимы. Жрец был также врачевателем. В нынешнее время священник и врач-терапевт — это два полярных понятия. А тогда эти функции выполнял всего лишь один человек. И древнегреческие жрецы носили белые одежды. А сегодня врачи в больницах носят белые халаты. А вы знали, что слово клиника происходит от слова ложа? Вот мы сейчас с тобой сидим на диване, а они когда-то использовали кровати для инкубации. Итак, люди подготавливали себя в том числе диетой и в последний день. Пили только воду и не принимали абсолютно никакой еды. И только после всех этих процедур можно было сказать, что человек был готов к инкубации. Либо к хирургии, либо лекари отправляли его обратно домой. Если он шел на инкубацию, то он надевал белую одежду и входил в помещение храма. Войдя в это помещение, человек шел по очень длинному коридору. темный коридор вел к Толосу, круглому античному зданию. Само здание имеет круглую форму и внутри него структура колец. Люди проходили от внешних колец к внутренним. У каждого кольца было отверстие, которое позволяло пройти от внешнего кольца к внутреннему поочередно. Все это было похоже на настоящий лабиринт. И все это происходило в полнейшей темноте. И там было полно змей. А для чего змей? Потому что у человека есть природный страх перед змеями. Если я сейчас брошу перед тобой змею, ты отпрыгнешь в сторону и волосы у тебя встанут дыбом от страха. Это было определенной уловкой. А зачем это? Потому что они хотели использовать меньшую часть мозга. Рептильный, то есть базовый мозг. Рептильный мозг. Хорошо. Кстати, змей отбирали. Они были не ядовитыми. Но если ты наступал на змею, то реакция была естественной. Змеи специально помещали туда, чтобы мозг работал в безопасном режиме. В таком состоянии вас очень легко загипнотизировать. Так бессознательно выходит на первый план. Итак, человек проходил от внешнего кольца к внутреннему, а затем выходил в последнее внутреннее кольцо. И там работники храма заматывали его в белые одежды прямо как мумию. и после этого всего он оказывался как бы в ловушке или в коконе и не мог пошевелить ни руками, ни ногами. И человека после этого помещали в ложе инкубатора. Только представь, каково это пройти через такой процесс. Змей, лабиринт, ты как мумия лежишь без движения. И конечно же человек будет ожидать великого сновидения. Его называли онор. Это особый сон, который был дан Асклепием в качестве ответа или решения твоего вопроса. И такой сон давался каждому. Допустим, у нас с тобой примерно одна проблема. Ты спрашиваешь про сердце, и я спрашиваю про сердце. Наши сны будут совершенно разными. И нам с тобой будут даны абсолютно разные решения. Мне мое, тебе твое. Этот сон был полон озарений. за счет этого человек получал спонтанное исцеление. Вот так. Только лишь за ночь. Люди входили в храм слепыми и выходили зрячими. Глухие обретали слух, парализованные люди начинали ходить. Это за тысячу лет до Рождества Христова, и это происходило постоянно, день за днем. Говорят, что легенды о чудесах Христа могли быть копиями легенд об Асклепии. Все это, даже воскрешение мертвых, происходило в Асклепионах, и эти рассказы дошли до наших дней. Это удивительная изначальная форма психотерапии. Это настоящая психотерапия, и эти люди были очень опытными психотерапевтами для такой работы. И поэтому я призываю всех психотерапевтов, которые сейчас слушают нас здесь, в России, если вы понимаете, о чем я говорю, принимайте такой вызов. Поизучайте древние практики, посмотрите на это глубже. Сейчас диагностический справочник психических расстройств единственная Библия всех психотерапевтов. Если бы они попрактиковали как в древности, пациентов можно было распустить в один день. А сейчас в Греции практикуют что-то подобное? Нет. Я и несколько других специалистов делают это в тихом режиме, инкогнито. Открыто мы это не делаем, конечно. Никто об этом не знает. Но, как я и сказал, мы это делаем. Потрясающе. Да, это точно. Как ты относишься к прогрессии? Мы много знаем о регрессии. А что скажешь о прогрессии? Впервые к этому явлению обратился полковник Альберт Дероса во Франции. Он был директором политического института в Париже. Он был врачом и очень интересовался гипнозом. Много экспериментировал. Он проводил регрессии. Его книге уже 110 лет. Только представь, он делал регрессии в то время, а затем он сказал, почему бы не сделать прогрессию? Но он сделал это экспериментальным способом. Для этого он брал слуг из домов и платил им за это. Проводил сеансы гипноза, предлагал пройти в прогрессию и увидеть, что произойдет в будущем. И он обнаружил, что точного попадания не было ни в одном случае. только однажды два события произошли, как и было предсказано. Еще одним автором, который писал о прогрессии, был Брюс Голдберг. В 80-х годах вышла его книга о прошлых жизнях. Это была очень известная книга. если я не ошибаюсь, называлась она «Прошлые жизни, будущие жизни». Очень провокационная работа. Там описаны интересные истории. Но есть истории, которым нельзя по-настоящему верить. в своем опыте я наталкивался на спонтанные прогрессии. Чтобы проверить истинность этих прогрессий, я записывал их и оставлял в архиве у государственного нотариуса. Если события сбудутся, я опубликую свидетельство и предложу ученым сравнить публикацию с сохраненными видеозаписями. Но в двух случаях моих экспериментов с прогрессией это не сработало. У двух моих клиентов жизнь пошла другим путем. Но я пробовал это ради эксперимента и публично заявляю о своей неудаче. у исследователей есть такое выражение «в стол», то есть неудачи не стоит выносить на свет. А я выношу. Да, не совпало, но это не означает, что эксперименты с будущим будут неудачными. Я полагаю, это открытая дорога. То есть вот сегодня человек решает так, и будущее выстраивается соответственно. Да. А завтра можно передумать. Да, конечно. можешь передумать, и тогда ход вещей становится совсем другим. Что скажешь о таких людях, как Нострадамус? Нострадамус это особый и очень интересный случай. При жизни его считали очень ярким ученым. Он говорил на многих языках и был разносторонне развитым человеком. Он изучал звезды, астрономию. Он был очень близок к открытию того, что на самом деле Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. И это было до Галилея. Он был довольно напуган инквизицией. Ему угрожали. Но самым интересным у него были даже не пророчества о далеком будущем, таком, как мировые войны, а пророчества о Наполеоне, о Наполеоне в Бонапарте. И в этой области он сделал очень много правильных прогнозов. Он говорил о монархии, он говорил о поражении на Ватерлоу, о французской революции, а также очень интересно, он говорил о крушении империи. И все эти моменты он предсказал абсолютно правильно. А еще он предсказал, что его собственный труп будет вырыт в 1789 году, именно в год французской революции. Также еще он правильно предугадал смерть короля Генриха и то, как именно он умрет. В те времена, в средневековье, устраивали поединки на лошадях. Нострадамус прославился еще при жизни именно благодаря этому предсказанию. Тогда вся Европа узнала, что Нострадамус предупредил короля, но тот его проигнорировал. И не только проигнорировал, но и надел золотые доспехи, а потом в них и погиб. Я думаю, что будущее уже существует, и я думаю, что будущее уже происходит. Я имею в виду, что все происходящее, все это одномоментно. Просто мы свидетели иллюзии того, что мы живем сейчас. Но где это сейчас? Если вы сосредоточитесь на этом сейчас, оно тут же ускользнет. Вот где это сейчас? Оно тут? Нет, уже ушло. Вот сейчас мы проводим съемку. В наше время все цифровое. А когда-то использовали пленку, и это были кусочки картинок. Да, они сменялись слишком быстро. Допустим, их можно было разрезать и сложить в стопку. Так что такое сейчас? Где оно? Нет этого сейчас. Как долго длится одна минута? Эйнштейн хорошо объяснил. Его как-то спросили. Можете пояснить нам теорию относительности простыми словами? И он ответил, да, конечно же могу. Если моя жена сидит у меня на коленях, то время похоже на вечность. Она очень тяжелая. А вот если бы молодая девочка лет 18 сидела у меня на коленях. Так что вы можете представить, как это работает. Да. Время для меня это большая загадка. я бы сказал большой вопрос. Кажется, мы можем побывать в прошлом, и мы можем побывать в будущем. А живем здесь и сейчас. Да, мы живем сейчас. Здесь и сейчас. Сейчас мы с тобой находимся в России. мы очень рады тебе. Я знаю, обучаешь людей тому, чем отлично владеешь. Расскажи, пожалуйста, есть ли какая-то специфика работы с клиентами в России? К тебе приходят на регрессионную терапию. Может быть, ментальность или подготовленность к регрессии? Или что-то еще? Это отличный вопрос. Я никогда об этом не думал. Есть ли корреляция, скажем, с другими европейцами? Да, безусловно. Есть и культурные различия. Культурные различия, очевидно, есть всегда. Например, вы работаете с африканцами. У них другой подход к жизни, другая философия, другое понимание жизни. То же самое происходит и в России. У людей своя культурная специфика, очень специфическая культура, хотя сейчас она американизирована. Похоже, что американский образ жизни действительно повлиял на образ жизни в России. Но несмотря на этот факт, у вас есть история, которую, я надеюсь, вы уважаете. Я надеюсь. Я говорю это и подчеркиваю, что надеюсь, что вы уважаете свою историю, и что вы переносите ее в будущее, потому что если вы потеряете свою историю, вы потеряете свое будущее. Это точно. мы греки потеряли нашу историю, и мы теряем наше будущее. Так что да, есть отличия, это культурные отличия. Вот и все, отличия не столь велики. Ждем тебя в России снова и снова. Пожалуйста, приезжай. Хорошо. Я счастлив быть здесь. Есть ли у тебя еще какое-то напутствие для нашей российской аудитории? Да, я повторю то, что уже сказал. Уважайте свою историю, уважайте свою культуру, свое наследие. Будьте позитивными и думайте о хорошем, и все получится. Большое вам спасибо. Благодарим тебя, Насос. До свидания. До свидания. Я была счастлива представить вам нашего греческого гостя, очень опытного эксперта в области регрессий, и мы ждем новых интересных гостей у нас в студии. Всего вам доброго. субтитры 海